добрый день дорогие друзья сегодня видео сос не могла я не снять это видео и хочу поговорить с вами о бездомных животных и очень нужна помощь ваша помощь особенно жители города чиплыгин может быть липецкая область ну в общем кто живет поближе в радиусе там я не знаю 10 километров куда несложно доехать и все-таки оказать помощь животным ну а конкретном случае я немножко расскажу позже а сейчас немного предыстории или вернее истории хуже хочу поговорить о том о том ролике который я выпустила где показывала что я кастрировала бездомного кота которого я уже подкармливаю с мая месяца и зовут его дымарь и на ему дала я было много комментариев и были комментария заблуждения где люди писали зачем вы его кастрировали и теперь его забьют другие бродячие коты и кот не выживет и таких комментариев было несколько были достаточно агрессивные комментарии один из них я обязательно зачитаю а вот и я хочу ответить еще раз ответить людям что вы заблуждаетесь я не буду сейчас разводить здесь демагогию и высказывать свое мнение вы уже его знаете и я продолжу эту работу дымарь не единственный код которого я кастрировала кстати помогли мне и скинули на карту денежку не только на кастрацию вы же все понимаете что стерилизация корм лечение все требует денег я хотела назвать фамилии этих людей которые помогли так скажем но к сожалению почему-то сбербанк не всегда пишет фамилии идет только карта и все я просто назову хотя бы суммы и тех людей которые помогли значит и на олеговна к 300 рублей елена геннадьевна к 50 рублей понимаете 50 рублей это что говорит это человек наверное отрывает от себя он просто больше не сможет помочь но эти 50 рублей не представляете как важны сейчас появились фамилию буквально вчера я смотрела и не было этих фамилий просто там перевод и карта видимо как-то формируется и позже появляются фамилии галина николаевна р 200 рублей ирина владимировна с 300 рублей светлана станиславовна б 100 рублей надежда викторовна р 100 рублей и на леонидовна к 500 рублей это вот те люди которые отозвались на моё видео и прислали небольшую небольшой вклад сделали свой вклад в спасение и поддержку бездомных животных низкий вам поклон в общем и собралось я так поняла если посчитать всю сумме там где-то полторы тысячи рублей на полторы тысячи рублей я могу купить 6 килограмм корма это вполне хватит чтобы прокормить месяц вот этих бездомных животных которых я подкармливаю и это хватило этих денег хватило бы на то чтобы я стерилизовала одного животного но это с учетом того что надя наша надя делает мне скидку она понимает что это бездомное животное что я не могу платить полную сумму и она 50 процентов скидки делает за стерилизацию животных но естественно лечение вот ну а теперь я хочу зачитать комментарий этого пользователя я конечно заблокировала и в этот комментарий не увидели потому что у меня все комментарии идут на проверку я даже не знаю тут юзеры идут кто как звать эту женщину вы мне там писали что нужно нажать на иконку и там имя высвечивается у меня не получается так не знаю может быть вы в европе живете и вы так видите у нас в россии вот не получается я из телефона правда с компьютера еще не пробовала может быть на компьютере эта функция видна так вот одна я так понимаю что эта женщина написала мне такой комментарий а вы у своего врача не спросили что теперь этот код будет страдать мочекаменной болезни и что теперь бедного кота будут лупить некастрированные коты если он останется жить на улице и если кот до вас жил полноценной жизнью то теперь ради своей прихоти это моя прихоть понимаете я трачу свое время нервы силы деньги это моя прихоть вы его ли этого лишили еще и деньги просите перевести на своей прихоти любови к животным вы не животных любите на своей прихоти вы вообще вдумайтесь еще и деньги просите перевести на своей прихоти любови к животным вы сами понимаете что вы написали может быть вы все-таки вдумаетесь то что вы пишете какие мои прихоти вы себя любите в своей любови. Подписано на вас много лет, но после сегодняшнего ролика никакого желания больше смотреть вас нет. Можете банить и удалять комментарии. Всех благ без уважения. Я, конечно, вас заблокировала, но хочу вам ответить. У меня никакой прихоти нет. У меня единственная цель немножко очистить свою хотя бы улицу, свою улицу. От несметного количества бездомных животных. Вы думаете, вот Рыжуля привела двоих. Это хорошо, она двоих привела. А если бы она привела пятерых? И там мальчик и девочка. И они уже скоро, уже скоро, вот девочка может приносить потомство. И мальчик способен как бы делать это потомство. То есть уже Рыжуля будет носить котят, и ее дочь будет носить котят. И все они будут вертеться здесь, возле наших домов. Понимаете? А кормят здесь животных немногие, как я поняла. А вы спрашиваете, зачем я кастрировала дымаря? Да вот затем и кастрировала, чтобы на свет не появлялись ненужные животные, никому ненужные. Понимаете? Которые потом умирают от голода, от холода, от болезни, погибают под колесами автомобилей. Хорошо, если это животное погибнет сразу, то есть его раздавят и все. А если наполовину, потом это животное отползает в кусты инвалид и погибает там, понимаете, мучительной смертью. А вы меня спрашиваете и говорите о какой-то моей прихоти. Бессовестные вы. Или вас какая-то зависть мучает, что я разбогатею от этой полутора тысячи рублей, которую мне вот перечислили люди. Или вообще что у вас в голове? Вы знаете, я хожу к дочери она живет на агрегатном микрорайоне. Там пятиэтажки, их много там. И там очень много бездомных животных. Кстати, Моня вот с этого района, я вам рассказывала уже историю Мони, когда мы купили дом, но еще не расплатились и выгрузили мебель и поехали на автобусе назад в Москву. Вещи оставили здесь, риэлтор закрыл дом и мы поехали. Мы встретили там вот как раз возле Аниного дома, там шикарная Ива есть. Мы там сидели, пили чай, ждали время автобуса и пришел Моня. Мы его оттуда забрали. Так вот, там очень много живет бездомных животных. Если посчитать, сколько людей живет в этих многоквартирных домах пятиэтажка, понимаете, люди, задумайтесь, вы, если сброситесь по 100 рублей с каждой квартиры, вы всех этих животных стерилизуете, не надо даже брать их домой, они как-то живут в этих подвалах, вы же их и подкармливаете, и у вас не будет больше приплодов, понимаете, размножения не будет в этой геометрической прогрессии, а всего лишь навсего 100 рублей, что такое 100 рублей, если бы каждая квартира сбросилась, да, но это два батона хлеба, хлеб сейчас вон по 46 рублей, вот это ваше безразличие, понимаете, безразличие, и те люди, которые держат котов и говорят, но он же мне не принесет, а вы не задумываетесь, сколько кошек у нас именит, и сколько вот этих бездомных котят появятся на свет, и будут вам же надоедать, вам же, понимаете, здесь они будут жить у вас, а вы будете проходить мимо, они будут у вас просить кушать, просить какой-то помощи, и очень-очень много безразличных людей, которые просто проходят мимо, и вот именно вот такие, которые пишут вот такие комментарии, еще сейчас вот один комментарий, он есть на канале, и вы, наверное, его читали, тоже наподобие вот этого, что зачем вы кастрировали дымаря, кстати, вчера женщина, которая тоже хотела написать мне, что тоже думала так, заблуждалась, что теперь ему не выжить на улице кастрированному, его забьют, но вы, говорит, оставили ссылки на видео, и я их посмотрела, и у меня открылись глаза, и поблагодарила меня за вот эту мою работу, которую я, на которую я трачу время, вы же понимаете, что его отвезти туда нужно, заплатить, послеоперационный период, какое-то время он, я находилась с ним, ничего не могла дома делать, пока он придет в себя, и так далее, это моя прихоть, вы считаете? Вот, одна тут тоже написала, сейчас найду прям этот комментарий и зачитаю, так, все понимаю, ее, я так понимаю, зовут Елена Михайловна, вот люди как-то видят, как у меня юзер, юзер, кмз, и так дальше, все понимаю, но все равно считаю кастрацию и стерилизацию животных насилием над природой, я за естественный отбор, я тоже за естественный отбор, но не здесь, кошка живет в городской среде, это не поле, это не лес, это не море, это не горы, здесь ни о каком естественном отборе не может быть речи, понимаете? Вы не путайте, у вас идет подмена понятий, или вы не понимаете, или у вас мозгов не хватает это понять, я не знаю, что у вас происходит в голове, в живой природе мы не видим проблемы, с которыми сталкиваются дикие или одичавшие животные, человек не бог, он не вправе решать судьбу тварей земных, да что вы говорите, вы серьезно? посмотрите два ролика, которые я оставила во вкладке в сообществе, кстати, там тоже практически нулевая активность, это я еще раз убеждаюсь, что людей, которые посмотрели эти ролики, или которые хотя бы задумались о своем же жилище, где вы живете, неужели у вас нет бездомных животных, и вы никак не думаете о том, что эту проблему можно решить, просто организовать среди своих же соседей сбор, на кастрацию, стерилизацию этих животных, и все, сделайте доброе дело, вам же это все вернется, и вам же легче будет жить, поймите это, наконец, больным, нищим, бездомным человеком, в кавычках, тоже уготована такая участь, вы вообще нормально, вы что сравниваете, хорошо, давайте возьмем человека, давайте возьмем человека, вот женщина, да, которая молодая, которая может рожать, вы что всех детей рожаете, или вы не предохраняетесь, почему же вы тогда не вспоминаете про естественный отбор, почему же вы пользуетесь контрацептивами, а, почему вы лечите свои болезни при помощи медицины, ну не надо тогда, вспоминайте про естественный отбор, среди человеков, да, все вообще, тогда вы чтоб не мучились, кастрировали или усыпить, мне тут одна еще написала, она потом удалила комментарий, которая была заступницей моих соседей, что типа я тут приехала, а соседи здесь уже давно живут, и так далее, я думаю, что вы узнали себя, я вас тоже заблокировала, так она мне вообще написала, если вы такая любительница, я рассказала про соседскую кошку, которую они не кормили, и которая привела котят, я ей их отнесла на следующий день этой соседушке, она их забрала, спасибо, сказала, а через месяц эта кошка притащила мне этих котят, потому что морозью не кормили, она у них жила в сарае, это ладно, полбеды хотя бы кормили, она питалась мышками и воробьями, я один раз у нее воробья даже из пасти вытащила, и она через месяц притащила мне этих котят, вы думаете, соседка пришла ко мне узнать, а куда делась кошка и куда делся приплод, нет, конечно, нет кошки, нет проблем, нет котят, нет проблем, и ведь люди не бедные, красивый дом, работают, это вот вообще, как это назвать, так вот эта женщина, а может быть это и сама соседка писала, я же не знаю, удалила потом комментарий, потому что я так хорошо там ей ответила, и по поводу Маруси, и по поводу деревьев на меже, и по поводу всего, я обращаюсь сейчас к чеплыгинцам, люди, не позорьте наш город, не позорьте своей жестокостью, своей безответственностью, своим безразличием, ну вот я и ответила, что думаю, что вы один или одна, потому что я не знаю, кто это, женщина или мужчина, из тех, кто всегда проходит мимо бездомных животных, вы ни разу не подкармливали, не вылечивали, не пристраивали, естественный отбор должен быть в дикой природе, как то лес, горы, поле, море и так далее, но никак не в городской среде, гуманностью от вас и не пахнет, ладно, друзья, я не буду затягивать это видео и долго, говорить об этом я могу бесконечно, но я просто хочу сказать, это не оправдание, я просто хочу сказать, у меня нет никакой прихоти, у меня нет никакой мысли о наживе, я просто хочу, чтобы вы тоже поучаствовали в спасении бездомных животных, помогли мне немного, хотя бы чуть-чуть, я не говорю о каких-то крупных суммах, вот чуть-чуть мы уже набрали полторы тысячи, я еще раз повторяю, я могу месяц целый кормить бездомных животных, это по 250 рублей, если взять, 6 килограмм, корма, понимаете, и я не прекращу эту свою деятельность, и мне плевать на ваши вот эти комментарии, пишите сколько угодно, диванные аналитики, я буду продолжать помогать животным, и я знаю, что найдутся такие люди, которые помогут мне, очистите в конце концов вашу карму, вы думаете, что у вас мало грехов, хотя бы таким образом, сделайте какой-то баланс между хорошими делами и безразличием, а теперь я хочу рассказать об одной женщине, с которой я познакомилась в пункте Озон, я изменю ее имя, чтобы местные не вычисляли какой это пункт, как ее найти там или еще что-то, потому что всяких людей много, бывает разным, назову ее Ирина, так вот, Ирина так же, как и я, вот пришла наша красавица, посмотрите, вы узнаете эту кошечку, это Маруся, она не любит правда сидеть на руках, но так, не очень любит, когда ее вот так показывают, она любит прижаться носиком уткнуться, посмотрите, какая она толстенькая стала, соседи, посмотрите, во что превратилась ваша кошка, которую вы мучили и не кормили, да, вот она, вот она на руки вот залезла ко мне, ладно, теперь об этой Ирине, Ирина тоже помогает бездомным животным, у нее нет к сожалению канала и ей некому помочь. И вот недавно я получала в Озоне что-то там получала, геотекстиль, и она со слезами на глазах рассказала мне очень страшную историю о том, как жители Чаплыгина, я не говорю все, но вот эти вот жители, она даже хочет менять жилье, она говорит, я здесь не могу, я не могу вот это безразличие и жестокость терпеть. Она подкармливает тоже животных, кошек, делает им домики, у нее у самой дома теплый сарай, где она держит, я не знаю, сколько у нее там этих, ну, пять точно, пять, четыре или пять, и она также ходит к Наде, которая тоже ей делает скидку на стерилизацию. Вот. И когда я пришла вот в Озон, ну, как дела, как, как, что, и она со слезами на глазах рассказала мне об одной истории. Она стерилизовала кошку, которой три-четыре года. Вот. И потом отнесла, она же дикая, она когда очнулась, она стала метаться, ну, вот как дымарь в доме, он, она, ну, ей неуютно в доме, у нее стресс, ей хочется туда, на свое место. И она отнесла эту кошку туда. И вот жители этого двора сказали ей, что забирай всех отсюда, почему она должна забирать, я вообще не понимаю, люди, у вас с головами все нормально, иначе мы ее отравим. Они травили всех, котята ее погибли, но кошка чудом выжила. Они травили всех. Они котят складывали в картонный ящик, заклеивали этот ящик скотчем и выбрасывали, мне страшно это говорить, выбрасывали этих котят в речку нашу вот тут. Люди, я не знаю, что у вас в головах. Неужели вы думаете, что вот это вам не вернется? Вы начинаете болеть, а потом не понимаете, за что вас Бог наказал и откуда берется эта болезнь. А я вам скажу, вот отсюда это все берется, за вашу жестокость, причем это не только вам, это еще и на детей на ваших перекинется. Вы думаете, что вы делаете. и вот это Света, вот она мне прислала фото на WhatsApp вот этой кошечки. Я тоже вставлю в этом ролике, вот сейчас вставлю это фото на экран, вот она эта кошечка, стерилизованная уже. Так они сказали, мы ее все равно отравим, будешь знать, как стерилизовать их, то есть их нужно убивать, понимаете, это вот люди этого двора. И вот Света написала вот такой пост. В добрые руки кошечка, сегодня стерилизована, возраст три года, мышеловка, кушает все, может жить вне дома, лишь бы было теплое место. В данное время живет во дворе дома, где соседи злобные, поганые людишки. Обещали опять отравить, уже травили, чудом удалось ей выжить. Ее малышки, к сожалению, не выжили. Пожалуйста, помогите девочке найти дом. Умоляла сегодня не травить. В ответ были усмешки, имена и фамилии. Живодеров озвучу позже. Я вот, знаете, думаю о чем? Ведь есть закон о защите животных. Там даже уголовная ответственность, но этот закон не работает. потому что там нужно многое доказать. Факт издевательства над животным. Понимаете? Вот если бы государство наказывало этих людей и поощряло тех, которые забирают бездомных животных с улицы, подкармливают их, если бы государство помогало приютам, которые содержат вот этих животных и людям, которые заботятся о них, тратят свою силу, энергии, время, вот у нас не было бы бездомных животных. чеплыгинцы, я к вам обращаюсь сейчас. Не надо позорить наш город. Вот такая кошечка, вот такая кошечка, живет на улице. Заберите, пожалуйста. Я оставлю под этим видео телефон вот этого человека. Звоните, она расскажет, где и как можно спасти. Там не одна кошечка, сразу говорю, там их очень-очень много. Давайте наш мир сделаем добрее. Давайте чуть-чуть не будем равнодушными. Вы поймите, это не так дорого, если мы все вместе. Ведь все вместе мы силы. Сейчас пенсионеры мне скажут. ой, у меня пенсия маленькая, я не могу, да не надо много, друзья. Вот один человек организовал бы сбор по 100 рублей, боже мой, это что такие большие деньги? Собрать этих животных, которые живут рядом с вами, которые вам мешают, которые плодятся, болеют, разносят эти болезни. Каркуша вот умерла же, не смогла я ее вылечить, вирус. И вам же станет легче, ваш двор станет чище. И я призываю всех, посмотрите те два ролика, я ссылки оставлю и под этим видео, посмотрите, пожалуйста, там два ролика, они тяжелые, очень тяжелые, но их нужно посмотреть. Там один ролик, это ответ ветеринара, врача-ветеринара со стажем, которая безоплатно стерилизует этих животных пачками. Пожалуйста, посмотрите, пусть в вашей голове хоть что-то шевельнется, и как-то придет осознанность, и начните хотя бы свой день, но с какой-то помощи, сделайте добро в мир. Ладно, я на этом буду заканчивать, жду ваши комментарии, и очень, очень надеюсь, что эту кошечку заберут, заберут, пристроят, три года это еще молодая кошка, тем более она уже стерилизованная. Все, друзья, сегодня тяжелое видео, не знаю, когда будет следующее, и жду ваши комментарии, а тех, кто против кастрации, я сразу просто вас в банн отправляю, мне не нужны ваши мнения, я не изменю свое, если вы пишете комментарии в надежде на то, что я поменяю свое мнение, мое мнение не изменится, я как помогала животным, так и буду помогать, и думаю, что у меня будет все больше и больше людей, которые осознают хотя бы и окажут какую-то помощь бездомным животным, все, я всех обнимаю, всех люблю, пока-пока.